Он не исследователь и не турист, а всего лишь свободный человек, который однажды поставил цель объять необъятную. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, неутомимый путешественник Виктор Атласов. Кручу, кручу, педали кручу, с горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуги дуге. Одни называют его великим авантюристом, другие откровенно считают сумасшедшим. Но кто добровольно готов сесть на китайский складной велосипед и отправиться на нем в Приморский край? По самым скромным подсчетам Виктор Атласов уже два с лишним раза обогнул земной шар, пользуясь исключительно либо велосипедом, либо надувной лодкой. Очень удивляется, восхищается, говорит, а почему мы вас не знаем, вы должны быть национальным героем. Я говорю, ну это не от меня зависит. А другие действительно есть такие, которые у виска крутят. Для местных жителей, чтобы действительно не упекли в спецучреждения, приходится брать с собой походный альбом с картой и несколькими фотографиями. Его стелс, один из самых дешевых и абсолютно нетуристических велосипедов, только с грузом прошел 40 тысяч километров. Велосипедисты говорят, мы на таком велосипеде даже вокруг дома не поедем, не то что через страну. В этом деле главное крылья и багажник, уверенно говорит путешественник. Большой велорюкзак сзади, лодка впереди, минимум одежды и пропитания. Я в принципе и в обычной жизни это мясо практически не ем. Рацион каши. Вот в рюкзаке у меня гречка, геркулес, сахар, растительное масло. Из животного продукта, пожалуй, только сухое молоко. Этот транспорт повидал и непролазные болота, и скалистые горы, и снежные заносы. Россия – страна суровая. Велосипед, лодка, вещи весят 60 килограмм. В тех местах, куда ступала нога Виктора Атласова, вряд ли вообще когда-нибудь появятся магазины. Так что иногда приходится запасаться продуктами по нескольку десятков килограммов. Когда говорят, а что самое трудное, я говорю, самое трудное – жара. Как жара? Ты же на севере был. Да вот так, не повезло с погодой. Летом и на нашем севере бывает 30-градусная жара, а воздух в палатке нагревается до всех 50. А вот это вот карту моих походов. Вот Камчатский поход, он был последний в рамках проекта по входу всех регионов России на основную территорию. Своё первое длительное велопутешествие Виктор Иванович совершил ещё в 92-м. Добрался до Мурманска. Цель юности практически достигнута. Охвачены все 89 регионов России. Вот здесь 30 альбомов, в них 7440 фотографий. Небольшое помещение давно превратилось в музей. Вымпелы, наборы открыток, значки, туристические схемы, карты и окаменелости. Всего накопилось столько, что пришлось завести картотеку. Агат с Приморского края. Это вот жиода кварцевая. Это вот холцедон, а внутри кристаллики кварца. Это здесь, в Московской области. Вот это чукотский агат. Малибденит из заброшенных штолен, сердолики и кварц стаймыра, минералы скользкого полуострова и Карелии, рисунчатый кремний из Подмосковья. В его коллекции столько стабролитов, неолитов и амазолитов, что разбегаются глаза. Эти трофеи порой прибывали домой раньше путешественника. Чтобы не отягощать поход лишним грузом, он отправлял камни по почте. И когда начинают задавать вопрос, а где ты деньги берешь? Я говорю, какие деньги? Вы едете в отпуск, в разы тратите больше. Никто не поверит. Как объяснить корякам, потратившим на небольшую поездку в соседний Магадан 300 тысяч рублей, что он на поход от села Поляна до Камчатки и обратно берет с собой не больше 40? На починку велосипеда, если что, много не надо. Всю жизнь хожу с одним и тем же рюкзаком. И до сих пор он целый еще. В то время как соседи каждые пять лет покупают новый автомобиль, он за все время путешествий, то есть за 30 лет, поменял всего три велосипеда. Да и то потому, что дважды его сбивала машина. Погнутый двухколесный транспорт пришлось подарить сельхупам. А на Первом Советском Урале хоть сегодня в путь. Не верят народ, что эта лодка прошла уже десятки тысяч километров. Как говорят, она у тебя как новая. Его цель пройти там, где дорог нет совсем. Оттого и Калининградской области его маршрут не коснулся. Там через границу можно проехать только на автобусе или фуре, что совершенно противоречит его принципам. Никаких моторов, только своим ходом. Например, прийти по трассе в Красноярский край – это совсем неинтересно. Более интересно дойти на Таймыр, который входит в состав Красноярского края, куда дороги нет, дойти в Авенкию. А вот от Читы выбрал более интересный маршрут – не идти по дороге в сторону Якутска, а пошел сразу по рекам. Ингада, Шилка. Потом вышел на трассу и по другим. Тунгир, Алёк, Малена до Якутска. Ну а дальше от Якутска уже по трассе Колыма, потому что попутных рек в этом направлении нет. Его философия проста – ходить пешком и ездить на велосипеде проще всего в детстве и ближе к пенсии, когда дети уже выросли. А если честно, соседи никогда не могли понять, как можно на велосипеде за три дня доехать к маме в Саратовскую область. Прямо отсюда, где у меня стоит велосипед, до дома 860 километров. А он не понимал, почему все уникальные одиночные путешествия сделаны иностранцами, которые ходят до полюсов, переплывают на веслах океана и обходят вокруг Земли. Виктор Атласов всегда был и остается патриотом. Теперь ему не стыдно говорить, что он живет в России, в маленьком неприметном селе Поляны. До сего времени еще ни один человек не обошел вокруг Земли своим ходом, в одиночном, автономном, непрерывном походе. Он убежден, о дальних странах и чужих берегах втайне мечтает практически каждый. Осталось доказать самим себе, что этому абсолютно ничего не мешает. Ему хватило семи лет, чтобы основательно подготовиться к дальнему пути. И заметьте, корабля с отважной командой под его окнами нет. Главное – уверовать в себя, что можно пройти вокруг Земли своим ходом. Что это значит? Это значит, я из дома ухожу, допустим, в западном направлении, со мной велосипед и надувная лодка, большая лодка. Пересекаю Европу, надуваю лодку, переплываю Атлантический океан на веслах, не под парусом, на веслах. Дальше опять сворачиваю лодку, пересекаю Америку и так дальше. Короче, через два года уже с восточной стороны возвращаюсь домой. Не так давно Виктор Атласов вернулся из своего камчатского похода. До этого, признается путешественник, ничего плохого о зверях он сказать не мог. Видел и лосей, и оленей, и рыбачивших в воде медведей. Уже стемнело, и вот здесь вот внизу волки ходят, у речки воют. В глухих непроходимых местах от человека слишком много шума. Но последний косолапый мишка оказался не робкого десятка. Повезло то, что лодка стояла у берега, а он еще был далеко. Ну как далеко, метров 150-200. А я был от лодки в 10 метрах. Я быстро в лодку отплываю. Он подбежал сюда, сюда к берегу, к воде. Вроде притормозил. Я сделал несколько фотографий, начал на него ругаться. Ты мне мешаешь ночлег устроить. Я хотел там выйти на берег, палатку поставить. Ну и ему, наверное, это не понравилось. Он заходит в воду и плывет ко мне. Я отгребаю, он плывет. Я отгребаю, и он так плыл довольно-таки далеко, пока понял, что не может меня достать. В Сибирь идет практически одна дорога. По ней он ходил и на Байкал, и на Восток, и на Сахалин. Надоело. Но сработал спортивный интерес. Несколько лет назад самому Путину обещали сделать там дорогу к 2013 году. Вот и решил проверить лично. Еще раз пересечь всю страну от дома до Камчатки. А поскольку сам родом из России и знает цену таким обещанием, заранее решил чаще передвигаться по воде. Теперь есть в мире человек, который объял необъятное. Сейчас неутомимый путешественник дома набирается сил и зарабатывает на новые велопоходы. Одна беда – трудно найти хорошую работу всего на 4 месяца в году. Он бы с удовольствием вел вне классные уроки по географии, да никто не приглашает. За долгую жизнь Виктор Атласов хорошо усвоил одно. Хочешь чего-то добиться – действуй сам. Теперь думаю ходить по нашему северу, чтобы вот так вот провести эту линию и дойти домой с Челюским. Замкнуть все. Там велосипед уже не поможет, потому что дорог нет и в помине. Так что чем запомнится очередное путешествие Виктора Атласова, трудно и представить. Для кого-то он может и чудак, но в отличие от нас к мечте идет уверенно. А точнее, едет на своем велосипеде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова